Магазины, палатки, павильоны, рынки, каких только форм торговли не существует. Имея все это разнообразие, мы хотим приобретать продуктовую и промышленную продукцию цивилизованно, с отличным обслуживанием в комфортных условиях. Но, к сожалению, как показывает практика, не все торговые точки работают, отвечая потребностям покупателей и в соответствии с законом. За последнее время на территории района была приостановлена деятельность некоторых объектов торговли, подробности далее. Работа межведомственной комиссии по выявлению фактов нарушения федерального закона 271 о розничной торговле началась с инспекции одного из крупных объектов – Каширского двора 3. Основное нарушение законодательства, выявленное здесь, – ведение торговли из временных строений. В соответствии с распоряжениями администрации района, руководством ЗАО «Мотель Варшавский» было принято решение демонтировать контейнеры и киоски. Сейчас разработан и утвержден график сноса сооружений. Но этот строительный рынок – только один из девяти мест торговли, где не соблюдается закон. Нарушения разные. К примеру, земля выделена для личного подсобного хозяйства, а там торговля. Земля выделена для офисных помещений, а там торговля. Земля выделена для складских помещений, а там торговля. То есть идет нарушение целевого использования земельного участка. Один момент. Второй момент. Торгуют из некапитальных сооружений, причем совершенно никак не оформленных. Никаких документов на эти строения нет у людей. А торговля идет. На данный момент уже пять объектов незаконной торговли прекратили деятельность. Закрытие одного из них, рынка в Расторгуеве, точно обрадует видновчан. Но не везде ситуация так однозначна. К примеру, жители села Молокова возражают против закрытия строительного двора. Посельчане собирают подписи в защиту предпринимателей. Понятие цивилизации – это понятие внутренней культуры. Можно построить самый хороший высокий торговый комплекс, но если там продавцы будут хамы, для меня это не будет цивилизацией. А можно поставить совсем небольшое, уютненькое капитальное строение, но когда ты приходишь и к тебе относятся по-человечески, тебя обслуживают на самом высоком уровне, мне кажется, это один из признаков цивилизации. Здесь созданы места рабочие для пенсионеров. В пяти минутах ходьбы в любое время мы здесь. Это очень-очень удобно. Несогласны с решением и сами торговцы. Они считают, что данные меры приняты необоснованно. На территории строительного двора Молокова отсутствуют какие-либо временные сооружения, как вы можете убедиться, осмотрев территорию. Отсутствуют контейнеры и все остальное. То есть мы имеем и ведем, осуществляется торговля на территории строительного двора из зданий и сооружений, которые являются капитальными. То есть имеют четкую привязку к фундаменту, имеют инженерные коммуникации. То есть созданы все условия для того, чтобы в соответствии с ГОСТом мы считались магазином. Как бы суров не был закон, какие бы разногласия ни возникали, соблюдать федеральные нормы и требования необходимо всем. Именно поэтому сейчас рассматривается вопрос о закрытии еще нескольких рынков. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.